здравствуйте уважаемые зрители канала хобби уральца сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему как укрытие винограда причем я покажу самый простой и надежный способ который подойдет не только для теплицы как я выращиваю виноград но в первой части он будет идеален и для открытого грунта итак поехали 2007 года я виноградом занимаюсь и перепробовал разные способы нашел для себя оптимальный и вот уже на протяжении наверное 5 6 лет и он практически не меняется а до этого все новые новые способы какой лучше все выбирал опять же в последние годы сделал себе вот таких вот помощников и укрытия на самом деле превратилась из сложной трудоемкой работы в очень простой у нас морозы бывает до минус 40 очень легко если вы думаете что теплица таких морозов и защитит то ничего подобного в теплице есть небольшая разница с открытым грунтом но это буквально 2-3 градуса нисколько не больше то есть если на улице будет минус 40 тут будет 38 37 у меня испытательный участок я испытываю достаточно много сортов поэтому кусты посажены часто и лозы перекрывается перехлёстывается идут навстречу друг другу то есть ну вот такая вот неразбериха с одной стороны и вот уже несколько лет от стройки у меня остался пруд арматура сделай себе вот такие вот виллы в принципе потратил пару часов времени и конечно вот с помощью вот таких вилл лозу собирать и прикапывать потом землей ну просто проще некуда раньше использовал обычные виллы выламывал у них один два зуба но двумя виллами работать лозой неудобно все-таки вот таких вот 8 10 закреплений крепежей скажем так гораздо эффективнее гораздо проще работать если мне еще мешок вот таких вот мешочков разрезан повдоль чтобы полоска получалась длиннее я не просто укрывая лозу землей потому что потом из земли и и сложно доставать неудобно вот эти вот мешочки очень сильно помогает то есть я поверх лозы укладываю вот эти вот мешки и потом уже на них землю ну и тогда конечно прямого контакта землей у лозы нет это тоже своеобразный плюс а вот когда я весной открывая я лопаты уже не боюсь что я какие-то почки там лозу поврежу когда буду снимать верхний слой земли я лопаты вопрос обязательно мешок а мешок но защищает и почки лозу от обрезание лопатой скажем так ну и потом когда основную часть земли просто убирая скинуть остатки земли с мешочка вместе с мешочком ну легко и просто если кому интересно у меня есть ролики по открытии в плейлисте по винограду посмотрите тоже опять же открытие там настолько простой и удобно с этими мешочками что проще некуда сначала лозу пришпиливаю но не до конца то есть сначала должен быть свободный ход потому что глаза у меня с одного куста идет в эту сторону с другого в эту перекрестное чтобы я потом ее мог ну скажем так компактно сложить сжать до конца не докапывает ну и все начинаем укрывать некоторые лозы конечно у меня тут с края загибается но также их мешковиной и закроем пусть они полукругом идут конце уже можно пришпиливать практически окончательно здесь уже все в принципе ясно непонятно так и начинаем следующее делаем и как я и говорил обязательно укладываем мешки на перекрест здесь уже можно прикрепить окончательно вначале мешочки закрепил ну а дальше уже собираем лозу сначала вилами всю соберу лозу тоже опять же предварительно потом уже буду на всем протяжении вкладывать мешочки потому что с лозу еще пока не все ясно и понятно соберем посмотрим как получится вот тот случай когда глаза вспучивается и я по большому счету если бы закрепил полностью вилашками у меня бы не было никаких вариантов так все еще можно подтянуть уложить как надо выровнять все поправляем лозу все подтягиваем получается все очень компактно переходим дальше собирается лоза все замечательно берем следующие вилашки опять же не до конца чтобы был было место для маневра одни вилашки оставляем запасные и теперь с помощью будем укладывать окончательно мешочки поверх лозы один прикапывает 2 убираем таким образом всю лозу и потихонечку закроем ну а далее минута работала падай и виноград уже землей будет укрыт опять же легким движением руки собираем все наши вилашки все весеный янтарь собран переходим дальше очень важный момент для защиты от мышей грызунов неважно где у вас виноградник находится на улице или в теплице по винограднику раскидайте милису или котовник вот это лучшее средство отпугивания грызунов ее резкий запах почему-то им не нравится нет у вас милисы нет у вас котовника берите старые заношенные валенки режьте их на кусочки подпаливайте спичками или зажигалкой и точно так же по всей площади виноградника раскидывайте отличное средство никаких мышей не будет вот у нас на участке очень много мышей но я раскидываю милису как по пасеке потому что любят мышки залезть в улей и поесть метка так и по винограднику и вот уже много лет не там не там у меня никаких потерь хотя весной под снегом нор нарыто огромное количество естественно чем больше у вас венчик чем больше вы раскидаете тем лучше тут много не бывает а самое главное что весной когда уже виноград откроете у вас будет ранняя травка на чаек берите на заметку по большому счету вот такое вот укрытие вполне хватит если у вас температура не опускается ниже минус 20 градусов вообще можно уже ничем не укрывать на улице это тоже будет идеальное укрытие снежком закроет и все там любые температуры выдержит но для теплицы когда у нас минус 40 все-таки нужно добавить утепление в принципе укрывной материал не обязательно укладывать синтепона который сейчас будем укладывать его хватает но чтобы синтепон опять же он достаточно дорогой чтобы он не марался на землю укладываю укрывной материал да и нечего укрывом материала лежать где-то там в хранилище пусть он лучше лежит здесь все есть какой он есть я сюда укладывая и в принципе каждый слой укрывного материала защищает от 2 до 5 градусов это тоже очень хорошая такая подмога в наших северных условиях вот такие вот у меня получается 4 рулона синтепона на одну теплицу он как раз по длине идеально полтора метра две штуки перекрывает полностью ширину теплицы за лето конечно он пыль на него садится поэтому обязательно оборачиваю встреч пленку сейчас встреч пленку сниму и мои одеялки будет практически было снежно-белый обязательно вторыми слоями перекрывайте дорожку дорожка тоже не должна промерзать там корневая система тут два слоя 250 плотности синтепона этого вполне достаточно принципе одного слова бы хватило но это уж двойная защита даже от морозов на в минус 60 на защите в принципе не так все сложно достаточно надежно но как я шил вот эти одеялки ролик у меня есть отдельный на канале обязательно в плейлисте по винограду посмотрите но теперь если вам понравилось видео ставьте палец вверх пишите комментарии задавайте вопросы поедите своим опытом подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новый видеоролик успехов и до новых встреч